я вас приветствую друзья в этом видео я продолжаю тему которую начал в одном из недавних роликов по статье мая пискарёвой под названием пропавшие ростовчане там я прочитал то письмо которое получила пискарёва от игоря фоменко руководителя группы ростовских туристов которые практически одновременно вместе с группой дятлова находились где-то там местах недалеко от этой группы непонятно где и так и не выяснено по какому за марсруту они шли но при этом они утверждали вот из этого письма которое я прочитал что якобы сли по следам группы дятлова и даже находили ее стоянку рекомендую все таки посмотреть предыдущие видео на эту тему обязательно загляните чтобы понять суть кто еще не в теме так сказать и не понимает о чем я сейчас говорю но после вот этого письма моя пискарева она связалась с игорем владимиру чем фоменко и постаралась задать ему некие уточняющие вопросы сразу хочу сказать что на мой взгляд вот ошибка многих кто общался с теми или иными такими косвенно свидетелями заключается в том что в основном они всегда задают вам задавали вопросы немножечко уже имея свою версию и пытаясь как-то немножко к ней ответы подогнать но услышать ответы которые подтвердили бы их версию и вот этого кстати мне очень сильно мешает и не хватает некой обширности столь и вопросах но уж какие есть на сегодня фоменко игоря владимир черзовых уже нет как и моя пискарева поэтому приходится пользоваться тем что мы имеем давайте я сейчас прочитаю вот эти вопросы ответы попутно сразу же сделаю некоторые свои комментарии ну и в итоге выскажу свое мнение по окончании рассказа игоря фоменко начинаются вопросы к нему моя пискарева игорь владимирович спасибо вам большое ваш рассказ меня потряс одною тайную стало меньше понравился легкий юмор особенно про шамана как вы разгадали мансийский корпус и вышли прямо к юрте бахтиярова игорь владимир вопроса по тексту таковы если 100 вспомнится то хорошо если нет ну то хоть память попробуют всколыхнуть вы пишете не помню чтобы вели дневник был где-то блокнотик с записями чтобы сдать положенный отчет до давно уже до ненадобностью затерялся вы делали отчет по походу сдавали его в турклуб как вы думаете он может сохраниться где-то где можно его поискать в ростове его могут найти игорь фоменко отчет мы должны были писать значит написали но не думаю что он сохранился городского турку турклуба тогда не было сдавали отчеты спорт общества потом открыли турклуб что-то туда передавали что-то не передавали отчет вряд ли сохранился про блокнотик появились кое-какие мысли я уже позвонил в тверь мой пискарёв если обнаружил блокнотик пожалуйста дайте мне знать об этом игорь фоменко а блокноте разумеется сообщу ради вас все и затевается спасибо последний маршрут 3 категории сложности на мастера спорта ссср северный урал но вообще-то тройка как тройка около трех сотен километров на лыжах пони населенки холодной ночевки пересеченка и до 40 килограммов за спиной цитирует майя текст хотелось бы узнать намечали ли вы восхождением какие-то вершины вам засчитали тот поход вы получили тогда звание за поход никаких восхождений не предполагалось на то есть альпинизм думаю восхождение в туризме да еще и зимнем инициатива свердловчан не слышал чтобы на зимних тройках кто-нибудь куда-нибудь восходил поход конечно засчитали а звание я не хотел оформлять и госэкзамена нужно было сдавать и на работу ехать да и не нравится мне когда бумажка отмечает какой я хороший чего достиг я знаю друзья знают а плитку носить чтобы прохожие тоже знали как-то неловко поэтому когда спрашивают я честно отвечаю выполнил мастера а оформил или нет дело другое вот это да значит это свердловские туристы упи сами усложняли себе маршруты и могли спокойно не идти зимой на тартен и ойка чекур а просто пройти вдоль хребта и по лесу и разряды бы повысили и мастера бы дали за поход странно куда смотрели спортивные и туристические начальники которые выпускали дятлца в тот поход похоже что поход на северный урал на тартен где никто еще не был зимой даже местные манси и тени ходили в горы зимой показался начальником нечто вроде прогулки по крыму ужасающая халатность и ведь виновными из них себя никто не считал все свалили на бедных дятлосов если конечно этот поход не был особым государственным заданием и вот здесь я сразу вот о чем я и говорил у мая пискарева была своя версия она склонялась к версии я так понимаю вот эта группа авторов ракитина и вот тут она четко намекает что он но наверное все таки там вот неспроста они туда пошли а какое-то особое государственное задание выполнять вот понимаете вот нельзя когда-то интервьюируя с кого-нибудь давать ему повод подтверждать вашу версию ваша задача получить информацию пускай ту который вам как бы не нравится пускай она чего-то дан опровергает ваши мысли но надо получить ее всю всю обработать а вы начинаете вот в узком направлении работать и и поэтому теряется другие моменты вот в чем основная проблема практически всех кто разговаривал из вот саравиным из там юдиным ну и со всеми и в том числе вот с фоменко на мой взгляд ответ фоменко вы ругаете плохих начальников выпустивших группу но тогда не было тучи начальника была маршрутная комиссия в ней заседали по крайней мере у нас в городе знающие люди которые сами ходили и если не ходили но понимали в этом маршруты только разрабатывались единички и двойки уже были более менее накатанными а вот многие тройки впервые поэтому было делом чести разработать ее и пройти так что начальники над туристами данном случае не не были сильно виноваты да и вашем рассказе встречаются странные факты продолжает моя наша группа уезжала на тройку последний но без карты и с кроками было конечно как и полагалось копия административной карты но даже дети знали что она сделана для уроков географии и для того чтобы враги и шпионы запутались мы пообещали знакомым геологам сделать какие-то замеры они нам дали кроки схема на компрессной бумаги и комментарии идете вдоль хребта все в снегу потом увидите наверху торчит только два черных камня идите между ними это и есть перевал игородимыч какой перевал куда вы вообще намеревались идти помните название вдоль хребта где вы намечали выйти к хребту чтобы от него начать поход вдоль хребта неужели шли вслепую без карты мы в голове не держали что у уральских перевалов есть название на кавказе на тяньшане другое дело поэтому следа двух черных камней где мы намечали выйти к хребту не помню может вообще ничего не намечали а решили на месте разобраться точно не помню я в шоке игорь владимирович и да где в свердловске вы узнали о том что группа дятлова уже ушла вы куда-то ходили узнавать о них вы пишете 100 свердловске оказалось что группа повел ее игорь дятлов несколько дней назад уже уехала от них вроде бы уже была телеграмма за in и в деле очень интересный момент потому что когда вы приехали свердловск было это после 26 января потому что именно 26 января игорь дятлов послал извинная почтовую карточку домой ну и наверное телеграмму соответствующие органы о начале выхода на маршрут хорошо если бы вы примерно вспомнили сроки похода хоть хотя бы когда вы домой взвратились в ростов свердловский мы пошли в политех там толком никто ничего не знал нам привели какого-то парня и он рассказывал что знал о группе фамилия его не помню да и вряд ли я ее спрашивал а он называл знакомец только имена называли о сроках и датах ничего не могу сказать не помню по моему вернулись самом начале марта до 8 марта дело в том что 8 марта был знаковым праздником одной из точек отсчета мы приехали до этой точки это точно иначе и быть не могло вот здесь опять страны вот смотрите человек вообще не помнит даже приблизительно когда группа была в походе ну это же вот на фоне воспоминаний тех же поисковиков которые мне часто тыкут вот читайте вот же воспоминания они же все рассказывают и когда в этих воспоминаниях вот прям дотошно да да часов практически рассказаны те или иные действия я вот читаю игорь фоменко и диву даюсь он даже вот в начало там февраля мы там где-то или там вот конец февраля началом от начала марта прозвучало это потому что вроде бы 8 марта он был уже дома это так под сомнением при этом я не пытаюсь его щас подловить вот игорь фламенко не в этом дело мне кажется что вот здесь как раз ну можно даже немножечко с ним согласиться может быть он конечно что-то и не договаривает но человеческая память устроена так что мы действительно можем не помнить вот казалось бы вот ну целый пласт выпасть из памяти просто казалось бы ну как не помнить такой сложный тяжелый поход а вот не помнить и я сам тоже в моей жизни я вот после вот как начал изучать вот эти моменты с группы дятл я иногда бывает саду те начинаю вспоминать вот был у меня там вот мы ходили там с ребятами куда-то там в общем ладно тяжелый в общем момент доточный такой летний поход а когда он был в какое время в каком месяце не помню в каком году даже не помню более-менее смутно в территории вспоминается лица какие-то отрывки какие-то отдельные истории а вот вот воедино все связать под по датам вообще не получается ну и вроде бы у меня поближе это все-таки происходило и я бы не сказал что у меня память очень плохая ну тут не знаю тут как бы остается вот только субъективное мнение высказывать по поводу воспоминаний поисковиков ну и по поводу воспоминаний игоря фоменко вы помните почему ваша группа выехала в поход позднее других это было связано как-то с сессии кто-то не сдал или кто-то сдавал позже опоздали ли вы на занятие в институт мы выехали позднее других вовсе не из-за сессии провалов и прочей поход был важнее сессии просто я руководил секции а потому должен был сначала всех отправить по маршрутам увидеть что все в порядке а потом уже смог отправляться сам а после каникул мы постоянно опаздывали начать потихонечку к этому привыкла причины были разные обнаглели до того что из питера однажды прислали телеграмму что задерживаемся связи с метеоусловиями нужно было в театр сходить и в эрмитаж как вы ехали свердловск и обратно возвращались из похода как ехали свердловск не помню но думаю что через москву другого пути кажется и не было обратно на поездах точно не помню где мы садились пересадки 1 в перской области до москвы и из москвы домой погода тогда какая стояла в ростове обычно или наоборот теплее или холоднее мне кажется ростов все-таки южный город в марте уже сады цветут трудно сейчас сказать весны были очень неровными если в марте начинал зацветать то все боялись подних заморозков а со средней температурой боюсь на придумываю меня лично удивил такой момент вы говорили что приехали у и в деле и пошли пешком по дороге а почему автобуса не дождались это было утром или днем отмечает ли вы в и деле давали ли там концерт какой здесь тонкое место скорее всего мы приехали утром помню что все лежали по полкам забавлялись идиотскими играми витя салий вдруг стал читать какую-то книжку все очень удивились что он умеет читать никто не сомневался но брать дополнительный груз ведь и объяснил что эта книжка молодого талантливого физика минуты через три он мирно спал на маршруте особенно у надьи кто-нибудь обязательно спрашивал где книжка молодого талантливого физика потому что без нее не заснуть значит поспали и утром приехали концерты вы видели не было отметились безусловно я так поняла что вы пошли по дороге в надежде поймать попутку на автобус надежды не было и в этот же самый вечер вы уже ночевали впала в лесу в палатке у вас была печка на фото я вижу печку и трубу это где витя салий на рюкзаке сидит что до автобуса я не помню чтобы он вообще был а печку у нас было ведь ее и нес была до сплыла большая фотография 9 позирует спичкой скажите пожалуйста вы помните проверяли ли у вас документы в группе по пути останавливали на дороге на контрольно-пропускных пунктах вообще какие документы вы везли с собой паспорта или достаточно было студенческих билетов у вас группе была маршрутная книжка маршрутый лист какие-нибудь письма от правкома или института о том что вы студенческая группа и вам надо бы оказал оказывать содействие делали ли вы отметки в этом листе и книжки никакие документы никто не проверял ехали мы с там и но их никто не спор нигде не спрашивал да и никаких контрольных пунктов я не видел никаких охраны писем не было был маршрутный лист который мы отмечали везде где могли и вписывали туда концерты по маршрутному листу можно восстановить все населенные пункты через которые вы проходили а вот маршрутный лист со всеми печатными чудом мог сохраниться хотя последний человек который мог это точно знать умер три года назад лидия руденко много ли лагерей проезжали по пути хорошо бы вспомнить как вы выбрали лесовоз куда он направлялся виза и заезжал или проезет проехал мимо всех населенных пунктов и того самого лагеря транспарантами вы сидели в кузове лесовода очень замерзли или не вспоминался холод ехать из и в деле очень долго не помню населенных пунктов проехали насколько помню один лагерь конечно холодно было но мы плясали в кузове рюкзаки лызы ловили которые ездили по кузову вы пишете что проезжали какой-то лагерь где были транспаранты я думаю это был визай и наверняка там останавливались чтобы отметиться как делали все группы кроме того визай рассказывали про вашу группу говорили что раз овчане ушли на север туда куда и дятловцы пошли вот почему вас искали тоже вместе с дятловцами вы наверное спрашивали о дятловцев поселке когда догоняли группу вот люди запомнили вас или же вы отметили маршрутный лист у начальства она и сообщила следствию куда вы пошли очень логично спасибо но не помню а фантазировать не буду и вот здесь опять интересная мелькает информация правда вот когда читаю вопросы мая пискарева у меня сквозь дает впечатление что у нее есть какая-то дополнительная информация 50 документы вот фотографии которые мы никогда не увидели и не знаю откуда она их взяла и где они вообще потому что вот эту информацию что ростовчане ушли на север якобы передали и звезда она интересная в том плане что если бы ростовчане хотели пойти вдоль хребта как они говорили тогда бы им пришлось идти не на север а на запад то есть вдоль уральских гор эти партии им было надо как их говорили геологи а пойти отрижая на север ну это да это практически пойти путем там чуть-чуть северо-восток конечно если быть точнее это тем путем каким образом пошли ну перни поехали дятловцы их до 41 квартала довезли на грузовике и тут опять получается так все таки они за группы дятлова все-таки пошли столь они вдоль хребта но юрта бахтияровых она не находится на эту не находилась как нам говорят вот на этом направлении куда сказали куда идти от нас и после куда и вот якобы ростовские пошли она как раз западнее и вот начинается такие головоломки непонятные так все-таки на север они пошли или на запад где вас лесовоз высадил просто в лесу или на дороге какое-то на развилке как вы пошли потом сразу в лес углубились сверялись с картой карты с которой может верить у нас не было здесь я правильно помню накатная дорога кончалась двумя развилками мы пошли прямо но левее у люби углубились в редколесе в последнем я не уверен вышли набросенный поселок скорее всего здесь когда-то стояли геологи теперь это несколько пару два полу развалившихся домиков выбрали тот кто лучше сохранился цитирует мая игорь владимир скажите пожалуйста почему у вас создалось такое впечатление что там стояли геологи по каким признакам вы сделали такой вывод я вам посылаю фотографии одного поселка посмотрите может быть вспомните тот ли поселок или не тот у вас остались фотографии того заброшенного поселка очень хотелось бы посмотреть их было ли там у поселка какая река была ли какая-нибудь прорубь были ли скалы мне кажется в одном из домов лежал поломанный геологический молоток нашей фотографии у меня нет а вот одна из ваших смущает могу только сказать может быть вот это где домики в два ряда стоят реки проруби скал там не было мы выбрали домик получше потом обошли все остальные выбрать чего из каждого и приладили в своем здесь показана фотография 2 северного поселка на которой возможно даже виден в человек он там якобы возле проруби но тут по поводу вот этого силуэта много споров может быть это данный не человек но сейчас не суть важно важно что именно показала моя пискарел вот эту фотографию кстати где-то я в одной теме видел что она затеяла спор по поводу вот этих вот огней который я обвел кружочком да что якобы здесь фонари то есть электричество этом здесь есть точно могут в этом поселке и вот это два осветительных фонаря горят и что якобы это не такой уж и заброшенный поселок но там потом убедительно объяснили на мой взгляд что вообще-то это скорее всего от цвет либо солнца либо чем какой-то от свет скорее все восходящего солнца до утром с востока которая сквозь деревья пробиваются и вот это объяснение на мой взгляд гораздо логичнее чем говорить что это два прожектора но это ладно это я отвлек сейчас немножечко темы но сам факт что вот второй северный она ему показала игорь фоменко он так вот засомневался но сказал что проруби он там не видел начать реки там как бы получается не было и вот этих скал сзади поселка тоже не наблюдал это вот по берегу реки так что здесь опять возникает сомнение с одной стороны возможно все-таки если вот в этом втором северном они ночевали группа ростовских то это будет еще одно убедительное доказательство что они шли за группой дятлова но он не признал немножечко то есть он скал реки там не было скал не было но в принципе очень похож и вот опять половинчатая половинчатые выводы понимаете может быть просто не договорил может быть умышленно сказал что мол вроде похоже не похоже но на тот момент то есть для чего он мог как подстраховаться а вдруг вот выяснится действительно что они были во втором северном ну какие-то доказательства всплывут он уже может сказать блин да вот я рассказал просто ну забыл про это про скала реку как мы увидим она во льду может им поэтому и не увидели то есть оставил себе немножко подстраховку что и и сказал что вроде как и похож и не похож на тот поселок где они ночевали ну вот у меня такое впечатление создалось честно говоря вы когда искали избу для ночлега весь поселок обошли или просто выбрали ближайший дом 1 попавшийся менее разрушенный вы писали что хотели сделать дневку в этом поселку а потом пишите что пошли дальше вы не оставались на день отдыха в нем а дневка я кажется ошибся теперь мне кажется что починили крышу и перед него ли картина такая слала идет кто-то из наших между домиками расслабленной неторопливый и подтягивается а может это я сейчас сочинил ни за что не ручаюсь когда пошли дальше просто пошли по лесу или там был выход из поселка в какую-то сторону может быть вышли по реке вашем рассказе не встречаются моменты когда вы счищали наледи слышь я так поняла что по рекам вы вообще не шли по реке мы ни разу не шли как и куда вышли из поселка вовсе не помню по поводу вопрос на поселка наверно к приходу вашей группы пророк могла затянуться льдом и засыпано снегом а скалы вы могли не заметить если они были на противоположном берегу но тоже может быть вышли совсем по другой дороге наткнулись на ночевку не дятловской группы и забросный поселок был не 2 северный вы говорите что там на месте палатки была яма до самой земли каккую выкапывали в снегу и вы или это уже был лес с лапником на месте палатки еще хотелось бы узнать что за ямы когда упоминали про установку палатки я так поняла это что яма это выкопанный снег до самой земли чтобы поставить палатку в безлесной зоне имеется фотографии зуды как будто дятловцев которые копают снег лыжами а снега уже выше пояса наверное копалось место для палатки безлесной зоне палатку дятов было поставлен на лыжах а лыжи были почти на камнях то стоянка на которую наткнулась ваша группа она была в виде ямы в снегу с ветками или яма не выкапывалась а просто ветки были на стены настелены на снегу и на них была поставлена палатка вообще интересно впервые слышу о том что укладывались ветки какие-то они лапник значит там были березы не было хвойных думаю вы правы мы могли идти совсем по другой дороге увидеть другую ночевку и принять ее за дятловскую место это для палатки была не яма а снег с настилом из ветвей ведь помню отчетливо а лапник не помню для наде мы копали ямы двумя саперными лопатками и чем бог послёт до земли надя на камнях лапник под спальники для палаток ямы не копали снимали верхний слой снега разравнивали и затопнули площадку стелили ветви потолще лапник на него ставили палатку ветви стелили чтоб не подтаяла под лапником ночевка на которую мы вышли которую приняли до дятловскую мы за за ними гнались было именно такой без ямы утопленная площадка игорь владимир вспомните пожалуйста собирает ли вы идти на атортен об артене ничего не помню и слова слова этого тоже вспомнить не могу игорь владимир посмотрите на эти катпасы может быть они вам что-то напомнить видели ли вы подобные знаки в походе также посылаю вам карты посмотреть пожалуйста может найдете знакомое название путь по которому ваша группа парслав перск область спасибо и за знаки и особенно за карты я над ними посижу с наслаждением но есть опасность не реконструировать тот путь она фантазировать как бы мысли если у нас была такая карта а не кусок компрессной бумаги однако ни одного знакомого нет да и видели то мы только один юрта бахтияровых выписки что увидели знак на сосне виде треугольника и линии этот знак бахтиярова павла васильевича он его поставил в протоколе допроса вместо подписи и вот здесь есть приведен протокол допроса и мы видим вот эту подпись знак катпас павла бахтиярова как вы видите этот бахтияров жил в юрте на северной ташемке и было ему в то время 60 лет сколько лет примерно было вашему бахтиярова в юрте которого вы ночевали также сколько там собралось мужчин на встречу с вашей группы когда вы достали спирт ни за что не ручаюсь но знак похож очень хочется сказать что это он есть но потерплю что-то вроде сдвигается в поисках блокнота по крайней мере след учу или если он найдется там есть срисованные зарубки давайте потерпим что касается возраста в 22 года все люди старше 40 кажутся совсем взрослыми а в 60 старыми я помню его совсем не старым мужиком в силе думаю лет до 40 ваш бахтияров хозяин он имел здоровый вид или жаловался на болезнь на туберкулез например абсолютно здоровый вид и на ни на что не заловался она расспросы как вообще тут живется посетовал что за патронами далеко ездить нужно но да то племянник по моему от армии отвинтился военкомату тоже шибко далеко его искать чью еду вы ели в тот вечер с хозяином и другими манси свою или они высели угощения какое-то свое мансийская если правильно помню была складчина наши консервы и спирт их мясо разморозное очень брызгала сковородка когда его жарили никаких других массе не было был он его мать жена и сын лет лет четырех жаль потерялась фотография он стоит на дворе ростом как раз чей-то рюкзак боюсь ошибиться но за столом все ели и консервы и мясо которое зарили мы налегали на консервы что вне объесть хозяев выросли мы все в стране дефицита и представляли что значит накормить мясом такую кучу народа но мяс попробовали по моему это было оленина я ее к тому времени попробовал на кольском полуострове тоже на зимней тройке и она мне очень понравилось вот петр бахтияров указал вам пути игорь владимир куда же послал вас петр бахтияров очень интересно что за горы там были вершины черные камни вы так и не нашли никаких черных камней не было помню петр махнул рукой в ту сторону куда идти а потом сказал что нашим ходом столько-то времени сколько к сожалению не помню ах ли более или менее на север больше некуда был идти до перевала говорят ли вам такие названия как река вел молебный камень ойка чакур ялпы ньорк верхний чувал приисковая сибирьевский прииск велоспозал и говорит вот только непонятно что и заговорил он когда нашел фотографию витязь илия который послал вам там на обороте написано не знаю чей почерк велс кто написал когда написал тайна и вот здесь есть некая фотография витя афанасьева видимо из того похода вот кстати удивительно что стоит он на берегу явно ручья а игорь фоменко говорит что они никакие реки и ручьи не переходили и кстати велс ведь это тоже река и она ему о чем-то напомнила но повторяю еще раз он рассказал никаких рек мы не проходили и вот опять 25 так проходили реки или иди проходили опять начинается какие-то противоречия непонятные причем игорь владеешь мне кажется вы задали головоломку исследователям а где вы вообще сли но вел с этого за определенный знак все таки я пришла к мнению что ночевали вы именно у бахтиярова у петра это косвенно подтверждает и николай бахтияров хотя говорит о вашей группе как 8 человек и точно не помнит сколько было в группе женщин одна или две видимо его из подвига к семи человеком прибавить еще одну женщину была группа 8 человек карелинская но женщин в ней не было и проходили они через юрту александр бахтиярова что на северной тошемке но николай бахтияров говорит что вы пасли квелса а это уже направление но и группу потому что группа карелина пошла верховья верная и молебного ручья на уйка чекур и только потом оттуда взяли направление на вилс и чурл но и здесь показания как раз бахтиярова приведены которых написано что про группу туристов 10 человек были ли женщины я не знаю и эта группа ночевала у меня но у этого бахтиярова а вторые туристы ну видимо 10 человек это нет это другая группа не ростовская вторые туристы в конце января были у нас и ночевали их было восемь человек и у них была одна или две женщины ночевали они у моего брата петра анисимовича в юрте и когда в общем разговаривали с этой турист они говорили что идут на горы по дороге велс тут упоминает что этот можно сказать опять путаная история опять непонятно но дети ростовский вот игорь фомин говорит о горах даже не думали и их восхождение не предполагали почему опять всплывают горы опять загадка еще два свидетеля сам петр бахтияров и сергей бахтияров горят о том что в юрте петра ночевали 7 туристов и потом ушли в горы больше в то время туристов количестве 7 человек не проходила так что приходим к выводу что проходили вы через юрту петра бахтиярова и пошли квелса информация о том что ростовчане прошли юрту а александр бахтияров пошли верховья виза я о чем сообщается в радиограмме мастер никого центру идет именно от группы карелина и манси александра бахтиярова пока примем ее за ошибочную ваш походный блокнотик должна качать поставить точку в этом вопросе ну тут протоколу допроса петра бахтиярова и сергей товарищ бахтиярова интересная картина наблюдается протоколу допросов манси петр бахтияров представлен больным туберкулезом а по вашим по вашим рассказам жив дорог на охоту выезжал мясом угощал и в протоколе расписался фамилии не поставил свой родовой знак вот кто жалко игорь владимир а ваша группа видела какие необычные вещи например светящиеся сары сигнальные ракеты когда переходила перевал почему спрашиваю вас об этом потому что некоторые группы находящиеся примерно там где вы примерно в это же время говорили что видели светящиеся сары пролетающие на севере от хребта а некоторые видели сигнальную ракету в районе от артена вы наблюдали нечто подобное или погода не подваляла нет никаких ракет саров его не видел ни до ни после я вам покажу страницу из блокнот журналиста григорьева именно у него первого появилась сведения о том что группа ростовчан которую так безуспешно искали фара лета 952 года оказалось 2 и вышла в пермскую область но в заметке почему-то говорится об 11 туристов когда вас было судя по походной фотографии 7 человек 6 сидят у ноги и 1 фотографирует и ведь искали именно 7 ростовчан но и тут запись из блокнота григорьева который я уже говорил что другая группа из ростова где-то недалеко от от артена неделю спасалась от ветра и холода в какой-то пещере дров не хватало после она вышла значит пермскую область но и было их не 9 а 11 человек а вот радиограмма в которых говорится что разыскивают 7 ростовчан ну и здесь вот как раз приводится до такая радиограмма масляникова сообщите встречался ли блинов или карелин группы туристов ростовского пединститута количество семи человек начале февраля вот здесь могу сказать точно нас было семеро витя афанасьев витя соли вова неговора ваня мазара зина селезнева жора ужас фамилию не вспомню и я странно но на зимних тройках которые был и которых знаю было по одной девушки что до выписки блокнота григория думаю что это были слухи тут и комментировать ничего вот странный ответ честно сказать но скажи ошибка еще что-то а это слухи слухи какие я не понял то есть журналист григорьев услышал где-то от кого-то что ростовская группа в количестве там то ли 9 то ли 11 человек сидела в пещере возле от артена а от кого она это услышала ну кто распространял такие слухи можно понять источник кроме как от григорьева эта информация нет нигде что некая ростовская группа возле от артена в пещере спасалась неделю от ветра и фоменка горит а слухи все ну тоже какая-то вот недосказанность давайте так и ответ странный и запись григорьева странный и ответ честно сказать реакция фоменка тоже на мой взгляд странная скажи но ошибка этого перепутал наверное григорьев может быть он пользовался как непроверенной информации или еще что-то как-то можно по-другому сказать может другой группой нас перепутали а слухи и отмахнулся игровались у меня уже разбирает нервный смех куда же вы все-таки вышли прошло столько лет более полвека тогда вас искали так и не нашли пока вы сами не вернулись в ростов и по сути мы сейчас все ищем вашу группу где же вы шли какой перевал прошли и на какой поселок набрели поселок лесорубов был почти у самого перевала уже в пермской области нас увидели издали у самого поселка был широкий и неглубокий ров мы его проезжали сходу а урва уже стояли встречая нас женщины когда зина упала зарывший сложной снег кто-то из женщин от комментировал баба она есть баба а когда там за зарылся красавец илья муровец ваня мазара за причитали ты смотри как музыка бедный упал без им поможем видимо у них там красивых мужчин не было вы пишете что давали концерт в этом поселке и на концерте были женщины сколько женщин это я клоню к тому что может быть вы все-таки вышли на 41 квар квартал куда выходили многие группы после того как их послал бахтияров а на сорок первом участке было две женщины всего женщин как помню был был около 20 а мужиков человек 40 хотя боюсь ошибиться а как добирались потом домой из поселка лесорубов в пермской области в каком городе садились на поезд это для того чтобы по карте узнать куда вы все-таки вышли что касается пермской области о том как и где и не помню ничего единственное воспоминание смотрю из окна поезда а впереди среди снегов холм окруженный по периметру заводскими трубами и струб разноцветные дымы которые в вышине сплетаются шатром подъехали ближе сарикамск игорь владимир она долго задержалась ваша группа в походе почему вас искали прошли контрольные сроки или вы пришли вовремя вас опросили только на вокзале больше никуда не вызывали просили никому не говорить о том что вас спрашивали опрашивали только одного вас или всю группу я подозреваю что никто нас не искал по крайней мере туристское сообщество ребята не беспокоились потому что опаздывали мы на два-три дня не считая резервных на вокзале даже не спрашивали это потом и опрашивали допрашивали на по другому поводу а разговаривали разговаривали только со мной больше никуда не вызывали расскажите пожалуйста поподробнее об этом моменте на вокзале ничего примечательного не произошло рядом со встречающими стоял некий человек в штатском мы с ребятами пообнимались и он отозвал меня на несколько шагов сторону сказал что он работает в гб и спросил встречались ли мы с группой и свердловска с их ночевками я рассказал о ночевке он поблагодарил и сказал что может быть я понадоблюсь показать по карте место где мы видели ночевку или полететь туда эти понадобится потому что свердловчанами беда на вопрос то случилось он ответил что сейчас очень спешит поговорить потом потом не было здесь вот приводится некая фотография встречи с женой игоря фоменко из похода на вокзале о чем потом вас спрашивали и допрашивали по какому поводу это связано было с походом или нет опрашивали допрашивали твери мурыжили больше полугода и меня и жену причина хранения и распространения сведений порочащих советский строй это статья такая была на нормальном языке сам издат и там издат ценилась статья если правильно помню от трех до семи лет но растасалась поддерживаете ли вы отношения с кем-нибудь из участников того похода чем занимались потом стояли ли кафедру в твери и вообще как он живется в америке с ребятами к сожалению виделся с тех пор все разъехались и растерялись в 60-х встретились с ловой негоровой в москве на концерт и вот и все жалко кафедру то отстояли каждый год летаю на месяц тверь читая курсы защитились мои аспиранки летал на защиту написал штук 20 статей нью-йорке живу уже 6 лет и город этот мне нравится все больше все больше нравится американцы ландшафт америки потрясающе красивая страна вы знаете что ваша подруга по ходу зина живет в екатеринбурге вот бы ее найти послушать ее рассказ тоже это было бы вас выбна вот только как ее разыскать фамилия может быть другая один в екатеринбурге немало впрочем есть одна зацепка попробую очень бы хотелось найти ее и вот здесь вторая слева это как раз дина и есть на одной из фотографий ты 900 от первого года игра владелец а что вы сами думаете о том походе считаете ли вы что вам повезло что не встретились группы дятлова в том походе даже прошли не в том районе заблудились из отсутствия карты я думаю что не случайно все так сложилось у вас лично есть такие то мысли по поводу гибели группы дятлова а вот это серьезные вопросы не потому что остальные не серьезная потому что это очень трудно ответить попробую я никогда не считал и не считаю что нам повезло просто так карта легли могли лечь по другому тогда бы дятлова искали чтобы узнать обо мне хоть что-нибудь а по поводу гибели группы у меня только догадка много говорили о чистой бомбе думаю может быть но я ничего не смысл ни физики вообще не в чистой бомбе в частности поэтому не знаю классно вы работаете дай вам бог удачи спасибо ну и тут есть под скриптом пока наша переписка прервалась на неопределенный срок но как только будут найдены документы фотографии которые и гранить обещал поискать публикация будет дополнена о чем всем обязательно сообщу 20 октября 2013 года мая пискарева к сожалению дополнению так и не произошло как я уже сказал уже нет живых их обоих что могу сказать вот резюмируя потому что я здесь прочитал но это не сейчас конечно прочитал я уже прочитал это давно решил поделиться с вами есть какая-то недосказанность конечно но вот нельзя прямо точно сказать что игру они фламенко что-то скрывал вот но никак вот не скажет и либо он это делал так умело что ну не подкопаешься либо он действительно многие моменты не помнил и я могу согласиться что можно забыть так что вообще вот напрочь вылететь из головы но в конце его вот это высказывание может быть карта могла лечь так что искали бы нас а у группы дятлова бы спрашивали не видели ли они на вот это высказывание меня тоже как-то цепанулы я не понял зачем он вообще его сказал какая карта могла лечь по-другому что подразумевалось то есть он все-таки предполагал что они были в том же месте и что могло их там как-то зацепить так что ли он имел ввиду но по его высказываем вообще не получается что они даже рядом там проходили ну садартеном по крайней мере да вот информации как бы много но она вся вот такая спутанная запутанная и уточнение так и не произошло никто дальше не пошел по пути было интервью с мазарой насколько я знаю в котором категорически отрицал что к ним с ними там кто-то общался из гиббистов но принципе фомен кто он и сказал что только одного его кто-то там отзывал и с ним разговаривал но отчет так и не найден блокнотик так и не найден и вот нет у нас полной информации к сожалению по поводу ростовской группы вот такая кусочек обрывочный только есть и все который особо свет ческать не не проливает и оставляет опять теряться в догадках так могла ли ростовская группа идти по следам дятловской или не могла встречались ли они с дятловцами или не встречались вопрос этот так и остался открытым по крайней мере для меня на данный момент пишите свои комментарии высказывайтесь по этому поводу подписывайтесь ставьте лайки буду крайне благодарен ну мне только остается сказать до новых встреч друзья